мы в отделе стульев я специально перец пила микрофон вперед чтобы полноценно садится дата прошлый раз рюкзаком сидела обворчались подписчики пишут комментарии ты почему не поздоровалась сейчас я еще я еще не здорово друзья привет повторюсь мы в отделе стульев привет напишет про меня еще что-нибудь я еще хочу сказать это как-то становится с каждым днем все больше и больше на канале подписчиков до соответственно в геометрической погрессии мы не можем всем внимание уделить ответить физически да но мы стараемся и любим это делать поэтому обращение к вам подписчики кто компетентен по тому или иному вопросу кто сможет ответить на тот комментарий который как ризы ответить помочь другому помочь другому то есть если вы видите вопрос задан по той темы которой вы владеете у вас есть желание возможности временные мы с удовольствием безумно рады такой помощи когда вы нам помогаете с ответами потому что мы физически чуть-чуть не успеваем просто давайте из канал сделаем что-то больше не просто как пройти сообщество любителей икея да все давай стуль снимать велкам а его нет времени на склад ну ладно реонинги стул массив зеленого цвета есть еще вариант береза значит массив березы полностью сиденье формованный многослойный клееный шпон ну короче фанера перевожу с русского на русский прозрачный лак протестировано 110 килограмм ну очень напоминает конечно ретро который был у родителей до тяжеленький есть схожесть удобный то есть не вот я с тем предыдущим красным на котором здорово сидела мне здесь врезалась спину сидушка у этого утра жена будет же смотри закругленную нет мне вот эта часть врезалась вот сам край а здесь вот как бы по высоте комфортно нареканий нет честно практически не заказывают но новинка он периодически он был других цветах еще за все время пару раз поэтому как что подписчики клиент с нами не поделились но знаю что с клиентом разговаривали ему нравится именно вот он по посадке у него виды иди сюда покажи нюанс а другие цвета у нас есть береза дойдем покажу вот смотри у всех стульев сидушка примыкает сразу к ножкам здесь еще есть разгон то есть для тех у кого папа большая этот стул будет удобен ингвар красный вариант антрацит 8000 здесь смесь металлическая нога деревянное сидение и деревянная спинка тоже заявлен как новинку но не забывайте что в икее новинка полгода висит многослойные клееный шпон буквы шпон уже посидела характеристики сказала мне врезалась спину ну это мое личное ощущение ваш может быть другим такому стульчики изнутри будем показывать а я показал а ты вот туда а ну все то без есть еще в прозрачном и есть еще серый дим покажи его изнутри давайте давайте я забываю все время то без 6000 часто бывают скидки внутри ахо из нюансов быстро царапается вот здесь даже видно вот он затертый на который садить на который садится и это друзья мои уже не оттереть поэтому если это вас смущает у стула за 6000 что он будет быстро за ерзаный иметь это ввиду давай присяду покажу по комфортности поймал он пружинит и был у нас случай у клиента они брали на съемную красивую студию его клиент сел и и треснул короче стульчик вот там крупный мужчина был какой хороший клиент люди разные клиент всегда прав короче стул треснул вот поэтому этот момент тоже учитывайте те тестирует свои стулья до 110 килограмм на каждом стуле в принципе это все прописано люди то есть крупнее дальше легкое кресло для дома и сада юн перлик но его относит принципе к стульям есть еще светло-серый ой в какую-то распродажу были скидки прям хорошие покажу внутренность ну что пока литой литая ну вот подкупы более-менее здесь чуть-чуть врезается в ноги но опять же да это мои сугубо личное ощущение задавайте отметим рост твой рост метр семьдесят вот на человека метр семьдесят у вас в уши никакие у меня врезается под коленками если я сажусь на всю глубину имени особо удобно спине то есть скажем так расслабиться в этом кресле не смогу следующий отгер какой плюс у отгера круговорот ресурсов то есть кто за экологию за разделе сбора отходов этот стул ваш он полностью с переработки нет не полностью 55 переработанный пластик и 30 из древесины которые можно возобновить на тёмнику покажем структуру интересный легкий берут часто как рабочие рабочие кресла де внутренность показал потому что на сайте это уже не увидеть я помню она крепится очень интересно даже так в чем вопрос за счет получается вот она как нажми или наоборот она за пазы вытаскиваешь не могу я ногти сломаю или не как но вы знаете как что в комментариях написать да но такой тяжеленько вот в этом удобно она пружине то пружинит она комфортно даст не тащишь на разложение что ты сейчас сломаешь нет нет то есть у меня ощущение что она вот если я просто сижу она так не хорошо держит спину я же любитель вот так на нем так сидеть не получается на нем вот хочется выпрямиться единственное что холодновато на мне комбинезоны колготы и папе холодно а спине еще холоднее хотя бы кей ну и холодного кей им янги красивый ярко-желтый очень мне нравится его можно штабилировать друг друга есть еще белый в детской очень красиво когда вот такое цветовое сочетание желтой цветовой плячи детскую делает мы делали уже клиенты только фотка не разрешает делиться внутри аху опять же то есть дитя не повредит ничего не сломает сажусь мне вот этот одегер больше нравится одегер больше нравится но на подороже да он но это еще дороже то здесь мне чуть-чуть спинка как будто мелковато хочется повыше но это моя личная нюанс так теодорис есть еще в белом цвете у нас часто их просят на привезти школы где внутренность теодорис еще белый металл металлические ножки хорошие пластиковые полноценные сиденья вот у теодорис смотрите какой плюс вот все предыдущие стульчики где можешь как-то показать вот у них край прямой да либо просто вот круглый как ну у ингора кстати удобен этот закругленный край у теодорис видишь какая по какая часть то есть если это школы это никаких рваных колготок никаких зацепок же еще вот вот про эту часть то есть она не врезается в ноги то есть вы сидите вот эту часть ноги бедра она комфортном состоянии под спинку теодорис тоже удобен теперь я понимаю почему у нас многие школы саранский частные берут именно вот эти стульчики они комфортные так а ну мы туда в выставку не заходим и здесь карл янг а вот он где изнутри да этикетка 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 есть еще серый я вам про него еще в турции песню пела металлическое основание здесь тканевый чехол ничего конечно него не съемная но стук комфортный за эти деньги можно спокойно взять как рабочее место мягенько ничего никуда не врезается тоже закругленный краешек и спине комфортно то есть вот этим стулом например вот из всего того что на чем я уже посидела для вас вот это для меня самый удобный и причем по бы почти один из самых бюджетных по цене тоже я ну например за если покупать полноценное рабочее кресло да а здесь хорошо мягко комфортно линейка лейф арне с различными сидушками но из и сидушки разные и низушки разные фактически чем отличаются цветом пожалуйста белый такая охра желтоватая оливка сиденье соответственно есть белые нержавейка и черные и есть дополнительно не дополнительно тоже другой вид каркаса то есть каркасы вот такие а есть с ручками просто почему так говорю что у вас есть не грузить названиями чтобы вас было понимание что данной кре данные стулья являются конструктором отдельно продается верхушка отдельно низушка выбираете верхушку какую вам надо по цвету низушку тоже подбираете черный хром либо белый и решаете какую вам надо с ручками или без ручек все теперь значит что у нас здесь давай вот на примере желтого от цвета цена не зависит то есть вот отдельно сиденье цена отдельно верхушки цена полностью вставлю так полипропилен армированный основание сталь нет это по цвету очень нравится есть что-то схожие вот с переработка стульчиком да есть но в том как она более такой обтекаем опять же очень холодный прям реально холодный здесь тоже под закругленный краешек то есть ножки не врезаются ну вот видите то есть я не сказать да что супер большая дама если человек покрупнее он получится весь свесится поэтому для сильно крупных товарищей не совсем вариант так а серуши а там они будут так пойдем в белые белые стулья д на самом деле самые рекомендуемые нами стулья во первых адекватный ценник во вторых нормальное качество ничего не разваливается выдерживает и 150 и больше из плюсов рекомендуем всегда детям первоклашкам которые не могут еще пока спокойно сидеть кружится вертится как рабочий стул уберу бюджетный вариант рабочего стула офисы это мероприятие потому что не штабилируется друг другу на самом деле классные стулья где покажи то что внутри единственное я рекомендую если это домашние условия подушечку долго сидеть тяжеловато но у него такой же скошенный край то есть у вас в подпопу ничего врезаться не будет теодорос белый зеленушку вам показали все то же самое только в белом цвете иньянги белый друзья без артикульных номеров иначе обзор будет вот такой юмперлик светло-серый уже показывала ты цвета показал то без прозрачный на прозрачном кстати царапки и так заметны будут соглашусь берггард кожа крупно-рогатой скотинки 10 тысяч рублей посижу сначала я не поняла что-то не можешь понять он прыгает у тебя ножки хватит давай покажу изобрази еще не знаю какой-то да вот 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 она ходу нам проходит а почему конструктив конструктив за 10000 ладно давай разбирать молекул за 10000 на таком стуле так неделю а как делает сидят и не жужжат и куш крепежи вот это конечно стремного тенька можно было бы за за счет того что смотри видишь она сама планочка не крепит не фиксирует если бы дома в прорезь смотри шел тогда бы она не шаталась а так она как на шармире поэтому не пугайтесь когда он звенеть начнет пойдем так значит все туплю брур инге брус инге те основания металлические которым вам показывали с подлокотниками без есть еще свинбертиль сиденье отличается от лерны соответственно формы и моим любимым закругленным краем плюс это фанера то есть это мудро шпон шпонируем многослойным шпонированный многослойный клееный шпон шпонка вот не написано выдерживает до 110 килограмм вот вот этот вот закругленный край это реально вот да мне нравится удобно на самом деле вот это вот само основание она очень удобная с ручками его как у кресла таких полноценно используют то есть в какую-то клиентскую зону вполне можно было бы оформить таким образом дим покажи то что внутри вот здесь кстати а здесь видишь само основание скреплено в трубе в трубе отсюда прыжок прыжков прыжков более жесткий а я вам сейчас новинку покажу ингольфики серые ингольфики есть беленькие черненькие морилка еще и серенькие теперь ценник 4000 массив дерева и массив бук сиденья dvp короче по составу то же самое как у белого пожалуйста вот такой классический серый кто хотел сканди сканди пожалуйста ваше счастье появилось кстати более тяжелый чем обычная ингольфа странно так пойдем дальше каузби сейчас стоит 2 800 без рубля 2 799 интересная спинка но у каузби есть больное место если ну мне кажется принципе это может быть и любого стола у каузби это особенно когда вот вот так делаете а любит такси делать да а особенно в школе особенно в школе короче вот здесь есть крепеж вот этот один пойдем поближе именно вот этот он изначально родной то есть он не стягивается он вываливается и несколько не один и не давай даже не пять раз мы возвращали стуле по браку гарантия два года поэтому чеки друзья храните а если посредник адекватного посредника нужно выбирать пишите хорошим послали чтобы он хранил все ваши документы как мы делаем ну себя не похвалишь везде как оплеванный я такая какая есть я никогда кстати не притворяюсь ничего из себя не строю и поэтому кто-то нас любит кто-то нас не любит кто-то вообще терпеть не может ну вот вот мы какие-то такие какие мы есть первым поправь продолжаю но рид белый есть еще черный на арс похож 5800 буквы шпон морилка дим изнутри а мы каузби изнутри показали там смотрит но тем не менее на сайте этого люди не увидь никогда то что ты покажешь так вора рарит комфортная спинка хорошо держит то есть видно да все таки она но вот опять вот в этой части мне например мне врезается в ляшке что хотите делайте мне врезается и вот если поглубже я сажусь мне прям под коленную чашечку получается я бы долго не просидела а вот по самой посадке вот здесь он удобный по расположению удобный слушайте друзья давайте вы будете писать комментарии да у кого какие стулья потому что у нас дома живут а.д. и табуретки фроста все на других стульев дома нет да просто наверно нас переживут наверно нас переживет она ремонт пережила и нас переживет так ингольф белый мы с тобой сейчас показывали серый как новинку белый стоит сейчас по цене ниже 3500 поэтому кто давно хотел иметь в виду какие есть нюансы у ингольфа мы когда про барные стулья снимали рассказывали ингу ингольфа самое слабое место вот здесь то здесь стыковка склейка и если стуль падает и получается так сложились звезды что у вас в этот момент сюда либо нога попадает либо что-то тяжелое это трескается гарантийным случаем это не является если вы повредили это сами у белых ингольфов есть болезнь это дефект покрытия иди сюда нет этот более-менее а есть прям вот знаете обращайте на это внимание когда вы скрываете новый ингольф и собираете прямо трещинки трещинки как патина то есть этого быть на ингольфах не должно ну а так сами понимаете все имеет свойство истираться ну как ни странно по стуле ну вот пока узби наверное самый частый нюанс по браку возникает нежели по ингольфу где покажи пожалуйста изнутри не забываем что белый ингольф это не цельной массив но возможно это и плюс и еще смотри вот по цветопередаче вот можешь рядом норд викинг кстати офигенный новый стул но относительно новый просто сейчас он паха с хорошей скидкой ингольф больше уходе тут белый до такой холодный белый а здесь как под бубин фасады подбеленный такой белый с оттенком в молоко уходит норд викинг честно очень нравится стул офигенный не тяжелый с хорошим разгоном ножек с широкой посадочной частью то есть на любую попу из хорошей большой полноценной спинки не более отклонена чем остальные по углу во первых она одна из самых высоких примерно как у каусби только каусби уже а здесь получается вся спина закрывает пуглую нет не сильно завалены нет норм с другими такое ощущение что она повыше просто если не гольф подтянуть будет то же самое норд викинг повторюсь сейчас по акции поэтому кто давно хотел не проспите здесь у нас клееный шпон буквы шпон маринка шпанированный стульчик вот он изнутри ну нет ребят по нему нареканий нормальный адекватный стол за нормальные деньги так в коричневом цвете бирнгард ты цвет поколал по скрипучести мы про него сказали если если то что может быть это нюанс сборки на коричневом ну да есть такой немножко ну не знаю вот ну не удобный сейчас скажут а мы надо сидите вам удобно за 10 тысяч вам неудобно ну не знаю мне вот он мне он не комфортен то есть получается вот я вот так должна сидеть на нем чтобы облокотиться если вот так то вот это то же самое что на табуретке но это мое личное восприятие легкое кресло кресло не лисовым удивитесь каким удобным может быть стуль бамбук прозрачный акриловый лак вот что у него внутри металлическое основание полностью подушечка отдельно продается сейчас я сяду без подушечки кстати неплохо но жестковата в спинка соответственно потому что плотно а если еще подушечку постелить их две нет как принцесс на гору и шок рашистов не это не комплект это не в комплект это отдельно подушки я понимаю их две штуки цена за одну штуку просто постелили 2 уберите пожалуйста почему я вовремя позитиваю что будет примерьте тоже удобно оба удобны все доволен теперь доволен так любимый мой фан бюн покажи изнутри у фан бюн опять же плюс отдельно продается низушка отдельно верхушка этот момент учтите низ у нас друзья мои избука не ушибаемый стул на самом деле очень-очень крепкий и прочный я вру и не краснею массив эвкалипта и думать что-то я не то сказала не бука эвкалипта вот эти вырезы ребят для чего? не знаю вентиляционные отверстия дима у тебя всегда все с фантазией хорошо оно же в том месте ну вот да вот в том где надо шептун опустить дима удобно комфортно мягко друзья у меня знаете что интересует у нас в Саранске когда офис Сибири нас оставляли по стайлбуку по брендбуку были вот такие кресла но блин ну короче дороговато вот и покупали аналог и аналоги уже все повытирались то есть они вот на них вот они в сеточке в такой но они и по конструктиву такие не сельско массивные да и вот у кого вот эти кресла иди сюда я хочу объяснить что я спрашиваю вот у фанбюна получается покрывается тоненькой такой как сеточкой да такие мелкие трещинки и туда цвет меняет как вкраплениями вот те у нас поменяли не буду говорить где покупали но рядом но рядом так идем дальше сейчас мы в массиве морилка антик все в таком подобном цете в туле и варп продается очень давно сколько я себя помню сколько мы трудимся на благо икеюшки они есть всегда ценник конечно менялся варьировался сейчас они стоят две тысячи но это единственный стул который вы можете покрасить под свои потребности потому что вам зеленый в серый бургор горошек надо вот это массив сосны Дим покажи внутри этикетку ну спинка страдает ребят следите за этим соединением вот за этим местом они как раз разваливаются и при том то есть это конструктив сборки особо как бы на двух ножках не школу не вспоминаем не облокотишься как это называется по-моему не покачаться или так садюсь садюсь ой после мягкого то ну и да вот на самом деле я понимаю за что его любят то есть он комфортно держит он держит спину не надо никаких других телодвижений принимать ты глубоко полноценно сидишь и как ни странно края особо не врезаются без фанатизма сидеть то надо подпишись понял понял не драк а где новенький вот он йок-мок офигенный стул появился он наконец-то где-то с год назад комплекту йок-мок 2000 тоже полностью массив покрыт морилкой неушибаемый ну не было по нему ни разу проблем каких-то и постоянно они фигурируют в пожеланиях клиентов а только не пойму а в чем разница кстати смотри он уже покрашен а цена тоже а он мелче я бы не сильно скажу вот смотри визуально насколько сидуха меньше насколько он по высоте и это дает это дает полет фантазии ты можешь делать с ним все что хочешь сам массив сосны морилка прозрачный акриловый лак здесь просто массив сосны Дима но тем не менее здесь побольше здесь побольше отсюда и не могу сказать почему цена такая каустби морилка антик пожалуйста по каустби уже все сказали а цвета не меняется цвет поближе покажешь то же самое ингольф морилка антик кстати ингольф морилка антик и ингольф черно-коричневый они идут друзья мои полностью в массиве массив сосны гэмлэбби 4 500 такой вот цветовой переход за сучками следить кстати лотерея да сучок всегда лотерея дофига сучищем и кстати клиенты не любят были такие ситуации когда просили отвезти и взять другой и проверить прямо в магазине чтобы не было вот по минимуму было вот этих сучков дим покажи что внутри хотя на самом деле все стулья из морилки примерно одинаковые ленинге который мне понравился зеленый такой же бежевый бежевый получается интересно получается он тоже из шпона как недавно да кто-то из подписчиков писал парень по моему а присесть парень работает с деревом и говорит шпон шпон вот этот фанерка прессованная спину держит прям я бы сказала отлично держит спину по высоте врезание нет но вот я по этим нет на разбалке нет вообще никуда стул сбитый по сидушке комфортно но опять же вот видите даже у меня то есть края попы свесились кто совсем крупный возможно будет тесновато так и по массиву как это может быть на устойчивость так же сейчас потому что как бы это мимо прошли мне вот эти но мне вот эти вот ребра вот эти вот они в пуп впиваются то есть если я говорю кто-то вот крупнее неудобно мне во-первых впивается вот сюда куда-то вот этот кругляш вот этот кругляш мне куда-то в поясницу врезается причем не вот эта часть а вот эта нижняя и вот эти вот планочки тоже мешаются ну на этом я уже сидела фольхольсмен вообще в принципе это массив акации это садовая мебель что он здесь делает непонятно но его почему-то отнесли тоже к стульям массив акации акриловая морилка он нет это не складной он удобный но с подушкой и вот низковато то есть вот с комфортом не раз но если без подушки наверно будет лучше попробуй так да кстати но все равно вот не х то есть вот мне сгорбиться надо чтобы руки легли если я упрямляюсь у меня руки по верху то есть соответственно если человек выше меня ростом еще выше метр семьдесят ему будет совсем не не алло так хенриксдаль хенриксдаль и вообще кстати мягких стульев такой частый вопрос мягких стульев у икеи почти не осталось стулья в основном все деревянные и к ним подушечки ну люди некоторые хотят комфорта и хотят сидеть на мягких стульях двенадцать тысяч кожа крупно рогатой скотинки раньше они были со съемными чехлами то есть можно было менять сейчас нет вот то что есть основательный стуль друзья добротно нареканий по нему нет сейчас скажу что по комфортности но ценник двенадцать тысяч не всем мне кажется доступен в качестве стульчика как считаешь да пойдем мне понравилось ну реально удобно мы в Турции кресло сегодня кресло семейные стул хозяина или как это хозяина хозяйки дома ну вот кстати вот это можно взять себе как альтернативу кто например не любит крутящийся стулья альтернатива Маркусу он комфортный Маркус не убить а сегодня на нем сидела работала много часов всю ночь мне очень комфортно на нем нора рид в черном цвете показывали точно такой же нет ну нора рид конечно дизайн очень интересный да вот эти вот арфочка такая ингольф черно-коричневый норд викин черный стефан тоже кстати очень популярный стульчик часто на него бывают акции массив какие нюансы бывают у стефана обдирается довольно таки быстро но это все темные стулья да темные стулья об этом не забывайте во-первых пулище и все нюансы на нем видно и трескается бывает покрытие редко но гарантийники у нас были легкий несмотря на то что массив очень многие покупатели плачут на тему почему нет таких белых значит по моей личной комфортности мне вбивается впивается куда-то вот в район ниже поясницы вот эта планка мне больно и сама верхушка то есть мне стул по росту 170 сантиметров некомфортен кауст бичерный показывали белые морилку а здесь уже повторюшки пошли отгер только в цвете антрацит тобиас в сером цвете вот покажи пожалуйста на сером цвете видно как полосит все это дело то есть если тобиас брать вывод делаем то только прозрачный чтобы не было видно а я вот думаю тут если у мужчины есть полировальная машинка ага и паста а он не треснет он не треснет нет 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 в общем как температуру не давать большие обороты что это машинка оно надо купить стул за 6000 такой геморрой не понимаю так берхант в таком классическом коричневом цвете тоже это кожа крупной рогатой скотинки есть у нас еще вот такой неплохой стул вольфгант но его нет внизу посидите я вам на нем о есть вольфгант он кстати стоит 5 и очень пользуется популярностью смотрю я у людей не только у наших пружинит так же но не раскачивается вот эта часть что здесь с крепежом вот эта часть почему-то так не гуляет как у более дорогого а так то же самое да крепеж такой же может просто все собраны слабовато можете заболтаваться ну смотри он полноценный то есть его их можно ставить куда угодно но цвет к сожалению только черный друзья у кого как они эксплуатируются пожалуйста расскажите так то есть здесь соответственно полностью синтетика эко-кожа так и вольфгант есть вот еще в таком сером цвете гунарет классический серый вот про это точно знаю нареканий нет хорошо моется клиентка не с клиенткой не особо давно разговаривали карл ян который мне понравился красный я про него уже уши пропела ну вот согласись офисный вполне да офисный конференц то есть на нем комфортно ребят на нем можно высидеть лекцию дальше альста есть еще такой стол у альста вот что мне не нравится сразу не сидя на нем прям вот липнет к нему все чехольчика съемного соответственно нет когда у вас все это заюзается будет не совсем эстетично смотреться металлическое основание мягкая подушка подушка очень мягкая в нее прям провалилась но сидеть не жестко кстати как ни странно более комфортно чем стефан не так врезается может быть за счет глубины так дальше у нас на самом деле не такой у икеи много стульев как изначально кажется просто изменение по цвету мартин тоже штабилирующийся но он только в черном цвете верхушка-низушка продается по частям взятите пожалуйста удобно закругленный край даже если 90 градусов спинка ну долго не посидишь вот спине то есть вот здесь удобно здесь спине вот ну для таких товарищей которые любят сутулиться как я то есть здесь он вот держит тебя потому что вот так ты на нем не сядешь и остался черненький ады а все барные мы показывали это наверное одна часть будет да? что там погорячились да? их правда дофига а что показывать то про них так друзья мои рассказывайте как у вас эксплуатируется стулья живы не живы раскачали не раскачали а то может быть мы докопались до стульев из массива но это наш личный опыт что вываливается эта часть да склейка может быть у вас все хорошо и вы качаетесь на нем каждый день у вас ничего никуда не отваливается вот просто если вы поделитесь своим опытом эксплуатации стульев вы возможно поможете другому покупателю с выбором конечно с выбором может быть наоборот человек прочитает ваш опыт и поймет скажет что мне это не надо это не мое поэтому давайте делиться быть друг другу полезными да есть такая притча про яблоки и отходы человеческие вот кто чем может кто чем богат тот тем и делится мы делимся яблоками но бывает что нам в обратку прилетает не яблоки а то что после них получается а кстати вы заходили на канал про ЗОЖ наш второй канал заходите мы вам всегда рады и с удовольствием ответим поможем пообщаемся ссылки в описании ссылки в описании инстаграм и все кто хочет посмотреть для тех кто любит нашу мелкую Лёку пожалуйста в инстаграм она там часто участник stories потому что без нее никак все ребятушки пока пока мы понеслись дальше